Здравствуйте! С вами программа «Гипотеза» и я, Лилия Ильикова. Сегодня у нас в гостях в Институте международных отношений и истории востоковедения гости из Берлина, из центра имени Лейбница. Это центр изучения современного Востока. Я представляю вам академического координатора центра Штефана Кирмзе и ассистента центра Флориана Копенрад. Коллеги, сразу такой вопрос хотел бы вам задать. Чем обусловлен интерес в Германии немецких исследователей к Востоку? Что в центре исследований? Почему это интересно? Почему интересно? Вообще у нас есть вот этот интерес уже много лет. Вообще уже в самом начале 20 века учредили одну комиссию по изучению Востока. В то время еще при прусской академии наук. Это было давным-давно. Потом и в ГДР, и в Восточной, и в Западной Германии занимались Востоком. Отделно, конечно, и другими темпами, скажем так, и другими темами. Но все-таки в двух Германиях этот интерес существовал. И, конечно, в настоящее время есть многие вопросы, связанные с мусульманским миром. То есть и политики интересуются этими вопросами, и ученые, и студенты. Вообще общественно интересуются. Поэтому мы считаем, что у нас в нашем центре действительно есть вот такой... Это наша задача. И, ну, помочь, может быть, дать советы, может быть, именно каким образом поступить с мусульманским миром, и понять, что такое вообще ислам, и что такое повседневная жизнь в исламе. Да, ну, по-моему, можно различить вот интерес исследователя, который, в принципе, личный вопрос, в части научный интерес может быть каким-то, за каких-то причин. И, ну, одна вещь наука, другая, потом уже трансфер вот этих знаний в общество. И тут, да, есть сотрудничество с политиками, там, можно советовать внешнюю политику, чтобы как-то повлиять на нее, чтобы они, ну, лучше относятся к Востоку, естественно. С НПО тоже можно связаться за то, что они там большие деньги тратят на проекты. Там можно сказать, вот этот вопрос интересен, например, этот, ну, лучше как-то сейчас не самый важный. И, как я говорю, в новомике, там разные течения могут быть. Это уже там отдельный вопрос. То есть мы живем в одном мире, там интерес ко всем регионам есть, и мы вот этим занимаемся, чтобы, ну, было как-то, были лучшие связи с этим. То есть это не только исследовательский интерес, это интерес к тому, чтобы изучить, каким образом мусульмане и христиане могут жить в одном обществе. Верно я понимаю? Да, совершенно верно. Это, ну, у нас мы, мы как бы хотим показать, может быть, и доказать, что нет, что вообще нет одного ислама, что нет одного понятия того, что есть ислам и мусульмане, и что вообще на самом деле есть очень большое разнообразие. И это не только академический вопрос, потому что общественность очень-очень часто думает, что это одно дело, и что все мусульмане вообще одинаковы. И это, конечно, не так. И поэтому я думаю, что этот, что наш центр имеет очень большую задачу именно для общества. Ваша коллега Соня сегодня как раз говорила о том, что мы собираем по кусочкам, и вот получилось, что вы собираете мозаику мусульманских образов жизни, да, получается, чтобы понять, как это все устроено. А где еще вы проводили исследования? То есть где вы интересовались, вот из сегодняшних с вами разговоров я поняла, что повседневная жизнь интересует, традиции, практики ежедневные. И где вы еще проводили исследования? Насчет где можно сказать, можно ответить двумя способами, потому что есть, конечно, географический ответ и есть методологический ответ. Насчет регионов надо сказать, что наш центр в основном работает над мусульманами стран Африки. Мы работаем над Ближнему Востоку. Нас интересуют мусульмане в Индии, в Центральной Азии, тем более и в Евразии, здесь в Татарстане, например. И на Юго-Востоке Азии также, то есть в Малайзии, в Индонезии, например. Мы обычно не работаем, или, скажем так, до этого года мы почти не работали над темой мусульман именно в Германии. Вот, это сейчас чуть-чуть изменилось. Но еще есть другой пункт или другой элемент ответа. Это дело в том, что сейчас нас интересует отношение между догмами ислама и повседневной жизнью. Вот это сейчас. А с другой стороны, я думаю, что это становится и более важным в будущем, нас будут интересоваться в основном международные или глобальные связи. Связи между вот такими регионами, связи между мусульманскими обществами и миграционные потоки, конечно. Тоже будут. Да, конечно. Это будет в будущем, я думаю, что это будет очень важная тема. А в Турции вы проводили исследования? Это же тоже традиционная мусульманская страна. И там, и турок очень много в Германии, поэтому наверняка какие-то были точки соприкосновения. Да, 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 есть. Есть работа, мы проводили такие работы и проводим. Дело в том, что с одной стороны у нас история как академическая дисциплина довольно важна, а с другой стороны антропология. И историки, конечно, уже занимаются Османской империей. Вот, это одно направление. И с другой стороны антропологи в данное время работают с разными экономическими и социальными проблемами Турции. Но там сложилась проблема сейчас, потому что при сегодняшнем президенте в Турции довольно усилили давление на такое исследование. На исследование страны Германии или на исследование мусульман? Вообще, вообще. Вообще на исследование. На свободное исследование, скажем так. И разные исследования, которые затрагивают политические вопросы. Поэтому им стало сложно. Разным нашим сотрудникам даже запретили вообще въехать в Турцию. Поэтому это действительно сложная ситуация там. Так, интересно. А вот такой вопрос. Как вы считаете, вы сказали в предыдущем, вот как раз в шоу Руме там у нас, что Берлин очень изменился за последние три года. В чем эти изменения выражаются? И может быть, вот Флориан тоже что-то добавит к этому? Ну, это сначала, конечно, город изменился на вид. Я, например... Это видно на улице. Я, например, живу на севере города. И я работаю на юге города. Поэтому я каждый день... Проезжаете его полностью. Проезжаю. И обычно на метро. И часто вот я делаю там пересадки. И вообще это почти час пути. Поэтому я очень довольно многие впечатления в то время получаю. И, конечно, вижу, как кварталы меняются. Как люди в кварталах меняются. Какие сейчас слышны языки на улице. Очень довольно, довольно или больше слышно, чем раньше, конечно, сейчас арабский язык. Это точно. И даже в нашем квартале, где до этого, в принципе, из Афганистана, из Сирии, например, вообще людей не проживало. У нас также на улице сейчас они постоянно ходят, конечно, там живут, там покупают свои вещи, сидят на скамейках и так далее, и так далее, говорят на своих языках. Поэтому это видно на улице. И это, конечно, это не ужасное дело, наоборот. То есть вы приветствуете это? Как? Вы приветствуете. Я это приветствую. Есть и, конечно, люди, которые считают, что культурное богатство им не нужно. Я думаю, что культурное богатство – это вообще большое сокровище для государства, для каждой страны. Вы сказали, что чаще всего слышна арабская речь. Вы знаете арабский? Нет. Это я вообще… У нас многие работают над арабскими странами, у нас многие сотрудники знают арабский язык, а я в других странах, где арабский вообще не употребляют, работаю. Вы русский, зато отлично знаете. Флориан, а вы видите отличия? То есть по-вашему тоже изменился город? Ну, я не прожил в Берлине на протяжении последних лет. Это было в 2013-2014 году, и сейчас в сентябре. То есть у меня какой-то перерыв был. А сейчас вы живете? Сейчас я живу в Берлине, да. С сентября прошлого года. Ну, в принципе, и тогда, и сегодня Берлин был и есть международный город такой. То есть там слышно вот немецкий, конечно, и только арабский, там много английского. Есть кафешки, где только на английском говорят. Есть очень много французского, испанского, русского на улицах. То есть там это было и есть так. Это вот так сильно не изменилось. А там вот по, как-то сказать, композиции города, наверное, чуть-чуть изменилось. То есть в некоторых районах действительно больше, скажем, сирийских ресторанов, например. Вот это как-то видно уже. Или там, ну, я как-то живу в Кройцберге, это на юге города. Там, естественно, такой международный. Как раз куда Штефан приезжает на работу. Мы учились, да. И, ну, в принципе, при том, что за эти годы, когда меня не было в Германии, случился вот этот поток миграции в Германию, я ожидал, что Берлин изменится намного больше, чем на самом деле было. То есть я проехал обратно через три года и думал, ну, в принципе, Берлин из Берлина. Это не так уже как-то заметно было. И нельзя недооценить иммиграцию с Запада. Об этом обычно не говорят. А насколько она велика, иммиграция с Запада? Например, у нас в нашем городе сейчас, то есть в Берлине, когда я смотрел в последний раз, там было зарегистрировано уже больше 50 тысяч американцев. До этого их было довольно мало. Но английский язык сейчас очень слышен на улице. Это не только американцы, это и британцы, ирландцы, шотландцы и так далее, и так далее. Но, может быть, ну, насчет британцев, может быть, можно сказать, что это из-за Брексита. Но там есть разные причины, наверное. И, может быть, насчет американцев, можно сказать, что... Это из-за чего? Им нравится, может быть, только те, которые вообще не любят нового президента Трампа. Может быть, они именно приехали к нам. Им очень дешево учиться в Германии, на самом деле. Потому что в Германии можно бесплатно учиться. И на английском. А еще не приняли закон, по которому обучение для иностранцев будет платным? Собирались в прошлом году? Нет, в некоторых лендах Германии. А, в некоторых землях, да. В Берлине нет. В Берлине такого нет. И это все-таки многие иностранцы именно к нам приезжают, потому что они считают, ну, это вот такой космополитический город, там все будет легче. И на самом деле, ну, до некоторой степени это действительно так, я думаю, что если человек приезжает в Германию, потом в селе, допустим, или в деревне, в деревне живет, наверное, будет сложнее. Потому что люди вообще не знают, как относиться к этому. То есть, если мы говорим про Берлин, то мы говорим про такой космополитичный город. И если Германия, вот когда Германия говорит «Wir schaffen das», это как раз про Берлин, что мы готовы, принимаем, мы рады мультикультурности, так? И это только обогащает. Не только про Берлина, я сказал. Это про Германию как раз. В целом. Да. Ну, насчет Берлина можно сказать, что я вообще, я не родом из Берлина, но туда я переехал в 2005 году, значит, почти 13 лет назад. И в то время этого фактора почти не было. Это был чисто немецкий город. Ну, там были, конечно, маленькие исключения, но в основном то, что мы сейчас видим в Берлине. И они, сейчас я уже не говорю о беженцах из Сирии и Афганистане, но и вот такие сплошные массы туристов, например, в самом центре города, этого в то время вообще не существовало. Вот такие волны туристов только где-то 7-6-7 лет назад начали. Именно почему и чем это было связано, это очень не могу сказать, но это было очень заметно. Ну, тогда вот все-таки остается непонятным, каким образом, если Германия настолько готова принимать людей с разными культурами, я не говорю мигранта, например, с Ближнего Востока, а вообще с разными культурами. Почему тогда, вот чем можно объяснить появление такой партии, как Альтернатива für Deutschland, и что кто-то за нее голосует? Если даже не видно напряженности на улице, как так получается? Чем это объяснить? Ну, я думаю, что там есть разные факторы. Это мое личное мнение. Я думаю, что либерализация в Германии, я имею в виду либерализация разных ценностей насчет, ну, допустим, права, которые за последние 30 лет, почти 40 лет получили в Германии женщины, наконец-то. Об этом поподробнее. Ну, например, мы раньше об этом говорили, но в середине, только в середине, в середине 70-х годов в Германии женщины получили право вообще работать вне дома без разрешения мужа. До этого, до середины 70-х годов только с разрешением мужа они могли работать. А все-таки все думают, что у нас в Германии вот такое либеральное общество, что это не либерально. Представляете, в 72-м году немецкой женщине для того, чтобы, в Западной Германии, для того, чтобы пойти на работу, нужно было письменное разрешение мужа. Да. И, ну, часто говорят о феминизме, например, о новых правах геев, например, в Германии. Это все эти феномены, явления, они, как бы, возникли за последние 25 лет. Благодаря чему? Большей свободе или глобализации? Вот с чем вы это связываете? И то, и другое. Я думаю, что там были, ну, вот это чувство свободы после конца Холодной войны. Это точно было. Но я думаю, что глобальное влияние также было важно. Потому что подобные тенденции и видны были в то время в других странах Европы, да, в некоторой степени в Америке и в других странах. Это не только было в Германии. А все-таки, я считаю, для того, чтобы вернуться к вашему вопросу, я думаю, что есть определенная часть нашего населения, которая отрицает это, не уважает это развитие, который считает, что это было слишком быстро, что, может быть, даже разные права, которые дали, надо вернуть. Что это было не... Они не приветствуют то, что произошло. И я думаю, что раньше вообще политической силы, которая выразила именно такую мысль, в Германии не существовало. Это первый раз, когда альтернатива для Германии сейчас говорит вещи, которые раньше вообще никто не говорил. Это было немыслимо же. Да. Поэтому до некоторой степени это сейчас отражает более демократическая картина, потому что именно те же голоса сейчас слышны. А все-таки, конечно, не все приветствуют это. Понятно, потому что то, что АФД именно в Бундестаге сейчас делает, как они поступают, это очень часто не только спорно, а это обидно. Это действительно обидно. Это совсем недавно, две недели назад, или нет, месяц назад, по-моему, они хотели узнать официальное число от правительства, потому что она оппозиция, они считаются оппозицией. Они не имели вот такую информацию. Они хотели узнать у правительства число людей с физическими ограничениями. И потом они хотели узнать, какая была процентуальная доля таких людей из семи других стран. Потому что они считали, что это каким-то образом связано с инцестом, они говорили. Вот. А вообще немецкое общество, это то, что я видел в то время, общество прошло в шок, потому что вот такие вопросы у нас раньше никто не задавал, слава богу. И поэтому именно вот эта новая партия очень резко изменила ландшафт политический в Германии. Да, безусловно. Даже само ее появление. Ну, то есть получается, что общество все-таки настолько либерально и демократично, что начинают появляться совершенно недемократичные, нелиберальные высказывания, которые уже мешают, меняют ландшафт. То есть можно реагировать на что-то? Мы говорили о том, как шоу, скажем, прогресс, то есть меньшинства в Германии получили больше прав. И нельзя забыть, что вот эти достижения, это всегда тоже политическая борьба. То есть там есть определенные группы, которые борются за право женщин, за право сексуальных меньшинств, например. И так же, как есть такие течения политические, есть и другие, консервативные. И все имеют место быть в Германии. То есть роль у нас демократического государства состоится в том, чтобы предлагать площадку для обмена вот таких видами, и потом найдем какой-то общественный консенс. И вот так получается законодательство меняется потихонечку. И, в принципе, так получается больше либеральное современное общество. То есть вот эта альтернатива для Германии представляет одно из этих течений, которые имеют место быть. Сейчас у нас такой спор, как можно относиться в толерантном обществе к нетолерантности. То есть такой парадокс. Да, это уже парадоксально. Если у нас в парламенте вот такие очень спорные вопросы заставляют, как на это реагировать? Нужно ли с ними говорить на прямом? Нужно ли их игнорировать? Вот это такие сейчас дискуссии, конечно, и есть в Германии. И также я хотел бы подчеркнуть, что доля избирателей альтернативы для Германии не только объясняется как-то движение против миграции. То есть, конечно, у них большая часть их пропаганды были против миграции. Но также есть люди, которые голосовали за них, потому что они вообще недовольны партийной системой Германии. То есть они видели в них именно альтернативу. То есть типа был голос против всех, если как-то... А, да. И, ну, то есть там есть много социологов, которые только этим занимаются, как-то определить, зачем люди голосовали за альтернативную, за Германию. А там можно как-то определить. Есть вот социальный фактор, есть лекометический фактор, есть фактор нетолерантности, есть фактор просто недоволье. Вот так. Ну, то есть настолько толерантное действительно общество, что позволяет существовать и совершенно нетолерантным высказанным режимом. В рамках закона. У нас есть законы, которые четко определяют... Да, потому что это допустимо быть недопустимым. Ну, это вот игра слов, наверное, просто. Большая задача, да. А все-таки, как вы считаете, восточные традиции, вот восточные религии, есть ли уж центр изучения Востока, они найдут свое место в Германии и в будущем. То есть будет ли вот это действительно общество такого мирного, межконфессионального существования, или все-таки Германия будет как-то тяготеть к своим традиционным ценностям? Потому что совсем немного времени ведь прошло с того же самого 75-го года, когда были другие традиции. В настоящее время это очень спорный вопрос. Наш бывший президент Кристиан Вульф где-то уже 7 лет назад, может быть, вообще был первым политиком, вот такой важным политиком, который на публике говорил, что ислам – это часть Германии. В то время многие критиковали вот это выражение. Сейчас, вот этот год назад, или пару месяцев назад, новый министр внутренних дел наоборот говорил, что ислам – это не часть Германии. И его тоже критиковали? Нет? Критиковали. Это было очень интересно, потому что там также есть вот такие политические соревнования, скажем так, между и даже между разными силами консервативными. И он это говорил, и только всего 10 дней спустя сам канцлер Меркель на Бундестаге говорил, на самом деле ислам является частью Германии. все-таки. Значит, явно она противоречила того, что говорил вот этот министр внутренних дел. Так что и они члены одной и той же партии. Поэтому насчет этого вообще в обществе нет согласия. Нет согласия. Я думаю, это опять мое личное мнение, что постепенно, очень постепенно ислам становится частью Германии. Как это произошло в многих других странах, тем более и в России на протяжении веков. Требуются века, чтобы прийти к общему. Я все-таки думаю, что в основном то, что мы видим сейчас, это обогащение. я также знаю, что не все так считают. Спасибо. И Флориан, ваше мнение? Может, опять же, вопрос по-другому лучше ставить, потому что если скажем, что, ну, спрашиваем, имеет ли ислам свое место в Германии, выдается такая картина, как будто ислам это одна вещь, вот одна большая вещь. Ислам разный, как мы раньше уже сказали. То есть лучше можно спрашивать, имеют ли мусульмане свое место в Германии? На это я бы ответил да, конечно. Потому что у нас есть определенное количество граждан Германии, которые являются мусульманами, или ну, как-то разные люди, которые по разному статусу находятся в Германии, легально в Польне, они имеют, конечно, свое место в Германии. И чтобы решить вот этот вопрос, как содействовать с ними, как общество меняется через это влияние, через разные течения, важен именно диалог с ними. То есть не говорить об исламе и о мусульманах, а говорить с ними, обменять сомнениями. Притом, я тоже думаю, что это обогащение, потому что смотреть на свою страну другими глазами, это всегда выгодно, на самом деле. То есть если кто-то только останется в Германии всю жизнь, не может как-то не понимать, какая-то страна. Поэтому мы тоже, если это был первый у вас вопрос, занимаемся другими странами, чтобы опять же смотреть на Германию через эти глаза. То есть как в Центральной Азии, например, видят Германию, что это для них означает, что мы можем от этого изучить для нас. Для того, чтобы понять, с чем к вам люди приедут, верно? Между прочим, да, это один из много вопросов. Хорошо. Спасибо большое. Это ваше оптимистическое все-таки мнение, как мы до этого в шоуруме говорили. Спасибо, очень интересно, желаю вам такими оставаться оптимистично настроенными молодыми учеными. А с нами были Штефан Кирмзе и Флориан Копенрад, ученые из исследовательского центра имени Лейбница, исследовательский центр современного Востока, наши гости из Берлина. Спасибо, смотрите нас.